Ну что же, вот и настал гранд-финал турнира Бласта. Играют Тундра против команды Бэтбум. Эти команды показали очень хорошую доту в стадии групповой, потому что обе команды занимали первые места, но при этом у Бэтбум было поражение. Они проиграли одну карту команде Привижн. При этом Тундра никому не проиграли. Группу вынесли без шансов, и получается у них был матч за выход в гранд-финал против Экстрим Гейминг. Там они тоже без шансов укатали китайцев. Посмотрим, что же будет в этом матче. Матч Бэстов 5, турнир на миллион долларов. Команда, которая данную катку выиграет, заработает 400 тысяч баксов. По сути, получается ситуация такая, что эти команды сыграли 4 матча Бэстов 1, 1 матч Бэстов 3, 1 Бэстов 5, и кто-то за всего лишь вот такой маленький количество матчей заработает себе 400 тысяч баксов. Жестко? Конечно, жестко. Так, кто такого играет? Найт Фоллман сыграет на Морфен 11 ранга, 33-й Лекан 344, Вайт Эмон на Наге 126, Ларинов на Линия 124, Саксон и Рубене 17 ранга. Пюре на дровке 140, ГПК на Пангольере 26, Мейеру катает на Магнусе 159, Сейв играет на Морфен 24, и Катаоми на Пугне 255. Лайк, подписка, колокольчик, и также не забывайте подписаться на мой телегу, ссылка в описании. Там бесплатные прогнозы на Киберспорт, и также в этом месяце будет анонс конкурса на Арканы и на шмотки качества в Мортал, только за подписку. Ссылка в описании. Ну что, в центре сражения у нас ГПК против Ларинов, Лина против Пангольера, в принципе линия получается весьма неплохая, Лина была уже в драфте у команды Тундра, там в целом получалось. Так, снизу у нас получается, пока номинают демажи по Найтфолу, очень неприятно Морфу, у нас трелевый демажи Мейеру, скоро будет новый Шоковейв доступен, но добить пока Морфа не удалось, к сожалению. И на топе получается, что у нас Лекан? Лекан нестандартный, крайне редко мы видим этого героя, и фармит себе он Довинатор, и Лекан у нас стоит линией на пару с Рубеном против Дровы, и получать спугные. Вот такие вот лайнапы. То, агрессия пошла, запускаться бласты, есть кровяная гранатка на Саксу, отступает Бюр, пока вансит в леса, уворачивается от агрессии волков, пытается уйти, и еще одно заведление, и еще одна кровяная полетела, накидывает демажи полотничком, но телепортацию сбить Юру не успевают, к сожалению, он улетает прочь. Но улетает на базу, поэтому будет время потрачено на то, чтобы, да, просто до линии, очень битый Саксу, но он не помирает, снизу снова на Найт Фолла, и у нас такие прям плотные размены по ХП происходят, но пока без ФБ. Рикошет, хороший, рикошет подсказывает на Найт Фолла, и Фёрст Блад забирает Семьеру. Найс, 0-1. Ну, начало пока, почитай, не то, что прям активные, хотя у нас уже два фрага лупанули. Парни с команды Бэт Бум, по поводу драфта, ну, в Лейте потенциал хорошего, коллективы должны быть здесь ББ, хотя и Лейт хорошую команду Тундра. Поэтому интересно, будет ли у нас Волк покупает себе Аганим, и будет ли он, кстати, Марфа, будет ли у нас Водяной Волк, такой Водяной Ликантроп в этой катке. Но пока у нас 3-0 на табло, на пятой минуте. Внизу перемещение, гангают полным фото тут Марфа, открывает ВРП, они без РП его убивают. 0-6 уже на экране, чё-то Тундра не проснулись. На первой карте как-то парни прям совсем кабину не раздуплили. 0-6, это, конечно, весьма досадный старт, тем более, учитывая то, что у нас у Марфа пока что самый слабый натвор на карте и уже 2 смерти у Нейтфола. Кстати, Авид Нейтфол у нас играл ранее в команде Бэтбум, и даже вот у нас на картинке Нейтфол нет новой фотографии его, нет его фотосета в Тундре, и на картинке у нас краска Нейтфола еще в форме команды ББ. Так, пока падает Юр, и, наконец-то, долгожданный первый фраг зарабатывает себе парни из Тундры аж на 15-й минуте. Ну и сразу реализация собаки-барабаки, которая выкусывает Тавер снизу. На верхнюю линию перемещаются с Иггисом игроки команды Тундра. Там Мов пока на перекачке фармится спокойно, а тут неспокойство у Сейва происходит. В него тут неплохо так вылетает собака. Макатова деможа убивает Лину, Лина теряет свой Иггис. Агрессия пошла в дальнейшую у нас еще и в сторону Сейва. Надо докусать. Громоящера под пили, к сожалению, он упал. Нажимается сон от Наги, выручает пока 33-го, запускает свои иллюзии, отступает Рощ, было бы неплохо убить Сейва. Через Рептайда его там не пробрило, к сожалению, до конца. Да, кпшки мало, но он живой. Смог вылазка. Открыть его Бэтбу, может быть, очень даже хороша, потому что на РП насаживает Марпа. Марпа у нас пытается жить, конечно, но тут как бы попытки у него такие тщетные, потому что даже ничего он нажать не может. Просто ждал своей смерти. Так, сон от Наги, выползает пока Срашпит, у нас здесь парниша из команды Тундра. И Иггис в этот раз у нас у Марпа. Там также должен быть еще второй бонус. Баннер, да? Там будет баннер, а баннер, баннер, пока откидывает тут у нас по стрелу по противнику, наваливает, да, можно полотничком по 33-му. Третьему это минус, еще и теряется Айгис в этом замесе. Пока только пугна падает в команд Бэтбум, РП насаживают Лиду, Лина падает, минус Ларинов, 4000 перехварма. Уже присутствует у команды ББ. По-другому, кстати, Дровки, Дровка очень классный герой против Марпа, потому что вот этими стрелами, прострелами она его там снимает прям нормалды, игнорируя белый армор, а белого армора крайне много у Найтфолла. И Найтфолл сразу теряет и себя, и Айгис, и это печаль для команды Тундра. Так, перемещение, сверху, попытка агрессии от Тундра, хотя вроде как бы они пока просаживают спинтфорсу, но они убили трубку, поэтому понимаю, что могут себе позволить дальнейшую агрессию, вкатываться в пугну, падает Катаоми, и я так понимаю, Тавр тоже должен сломать сверху, да, они его уже сломали, и потихоньку преимущество сокращает Тундра. Кстати говоря, о этом турнире у нас понятное дело, либо Тундра вин, либо Бэтбум вин, если Бэтбум вин, это впервые Бэтбум выиграл Тир-1 турнир. А если выиграет Тундра, то это первое чемпионство для 33-го в его обновленном составе, кто не в курсе, 33-й ушел из команды Ликвид, и ему как бы еще во время Ликвида, еще до того, как он стал чемпионом, предложили собрать состав. Он как бы сразу принял решение, что как бы Ликвид не сыграли на Инте, он уходит с команды и делает свой состав в Тундре. И вот как бы это может быть первое чемпионство для 33-го после победы на Инте и для его обновленного состава, который он сам собирал. Опа, собаку поцепили, полетел Туатос и сверху рикошетиком, вот он, Фир отправили и поломали. Не было у Пса шансов на выживание. Хотя в это время у нас происходит какая-то ситуация, что питомцы Пса добираются до базы команды Бэтбум и пытаются немножко поднапрячь Рэнджу в барак. Но Рэнджу так легко не сломать. Так, а там выход пошел за Морфом. Морф и Рубик у нас пока питаются на территории противника и туда просто великолепно вкатывается Магнус. Подвозь двоих, перекидывает Хортос. Максимальный контроль. Морф, водичка, БКБ, тип аут. Убежать бы нужно ему, а там Баша нет. У Пангольера, благо Пангольер не прыгнет и не собьет телепортацию. Так, Панга. Готов вкатываться. 14-ка перепарма у Бэтбума. Это уже много. Это уже солидно. Ларинов пытается бежать и пока себе Еблэйдом сейвит. Пошел прострел, накатывается ГАЗ, подлетает дробка и выбивает Ларинов от карты на полторы минуты без Байбека. 8-22. Ну блин, Тундра. 8 фрагов. 8 фрагов за 40 минут? Ну это вообще не узнать. Ну что, готовы долетать. У нас Бэтбум на базу оппонента. У них есть Иегис. Еще 3 минуты на реализацию. 40 секунд без Лины. Байбеки, смотрим. Байбеки, это важно. Вайбеков нет у нас у Лины и у Марфа. Не хватает Марфу аж больше 1000 золота на то, чтобы выкупаться. Ну, дробка пушит прям здорово, конечно же. Тем более там еще и баннер был проставлен. Там сзади стоит Магнус, который ее обливает импаверами. Дополнительный урон, конечно же, чувствуется. И Магнус пытался Хонтосом вывести героя с под трона, но у него не получилось. Но ничего страшного. Гривсы в это время приобретают мага себе. Все, и мага только запакованный получилась. У нас тут весьма опыт. 33-й подзагулял, выжил с базы. Телепортал нажмет ГПК. ГПК улетает проще. Почему ГПК улетел? При этом идет нападение от команды Тундра. Ой, так. Вот, прошлощение, Тундра теряют походу 33-го. Ну, 33-й хотел погрессировать, погрессировал и был наказан. Так он еще без Байбека умирает. Ну, а нафига ты это делал? Мне понятно абсолютное его решение. Здесь падает Катаоми, настреливает Марфа. Очень больно делает Пюр. Отступает проще. У нас игроки команды Тундра в это время вообще база как бы рассыпается. Упали бараки у нас. Дробка просто убивает сама героев. Это вообще нормально? Это вообще адекватно? Типа, дрова просто стоит на базе одна и убивает героев. Убивает ховара только что. Ну и разбивает уже Т4 вышки. Бэтбумы, Тундра. Опять-таки, первую карту не проснулись. Первую карту не разыгрались. Как-то не смогли себя реализовать. Хотя, опять-таки, они тоже играют троим номером, смогли прокушать барак в команде Бэтбум. И это ГГ. Ладно, неважно. На самом деле, Дед 25. Первая карта начинается с победы для команды Бэтбум. Тундре нужно взять три карты, чтобы выиграть данный гранд-финал. Есть еще право на ошибку. Поэтому посмотрим, что же будет на карте под номером 2. Весьма интересно решили поиграть в этом матче Тундра, потому что они в этом драфте добирают себе в спектру на керри позицию. Ну, это весьма лейтово, скажу я вам, молодые люди. Но главное то, главное что? Главное то, что у нас в этом матче присутствует визаж. А визаж это коронный герой для 33-го. Это лучший визаж в принципе. Ну, конечно, еще может быть как бы Лил. На визаже тоже может похвастаться своей игрой. Помните, еще была команда раньше в полярите, которые Лила себе взяли. Лил вообще был мидером из паба. Но он там присел на саппорта, но на визаже он был прям крайне хороший. В те времена на визаже прям бустил. Так, а пока тут пробивает Кота Оми и Кота Оми падает. В таверну 33-й забирает Курс 2 для себя. Так, нападение пошло. Сакса пытается уйти по канадским ювере, доезжая пока до горочки. Его там неплохо надобивая дэмэджем через Клокснэп и Сакса будет умирать. По поводу Магнуса, Магнуса Саппорт уже была очень классная реализация Магнуса Саппорта против Экстрим Гейминг от команды Тундра. Мне понравилось. Жаль, что Магнус опять-таки у нас играет через талант не на отталкивание. Потому что если было бы отталкивание, была бы прикольная комбинация с паком. То есть пак ставит Дрим Койл, Магнус залетает и под конец Дрим Койла отталкивает. Хотя, опять-таки в этом не был бы смысл, наверное, потому что если разрывать Дрим Койлу, то там будет стан и Магнус как бы отталкивает, то что дает стан. И то есть, наверное, это не профитно. Хотя, как комбинация может быть, было бы забавно. Но под луч РП-шка будет хороша. Так, Спитруня фармит пока у Спитруни. Ну, начало такое себе, это понятно. Это будет Блэдмэл. На Спитре интересно, будет ли покупать себе Диффузов не появится, но это уже совсем другая история. Набивает Дмэш по Мьеру, Мир отошел. А там у нас в центре начинается драка Дрим Койлом, пока подцепили Огра. Огра развивает Дрим Койл, ПТС, пытается уйти от Саксы. Саксы не успевает запустить свою маршрутку, ему сбивает всю ману. Дебафлый Котаоми, но пока он живет, опрыгивает пак и вот сейчас дотыкали Котаоми. Ну, классно. Хотя бы одного убили, 2-2 на экране. Пока равенство. Так, сверху у нас там будет последняя водяная водяная тычка от Марфа, а в это время более важные фраги могут произойти, потому что тут уже избивает спектру, спектру окружают и в 3 ствола будут ее убивать. В любом случае, упадет, даже стики не прожимает. Опа, а тут у нас что? Тут у нас Марфа пробивает уже. Кстати, пошло еще одно нападение у нас на экране и пошла стопида пока на подцеп своего тиммейта. Пюр у нас перекачивается и просто максимально далеко улетает от птички. Птичка не посажена на голову Марфу, поэтому Марф будет жить. Или нет? Подождите, у нас будет снова агрессия. Тут у нас просто не заканчивается ситуация на этой линии. Напрыгивает пактом Арфа, прыгает спектра, пытается его пробивать, пытается его замедлять, но решили, что можно убить цель попроще, можно убить Огра. Но главное что? Главное то, что выживает Марф. Хотя сейчас парни из команды Тундра в большом количестве находятся снизу, поэтому хорошо было бы подпушить Тавр на нижней линии. Так, тут у нас выходный визажа. Перемещается уже с блинком Кентавру напрыгивает неплохо на 33-го, подкатывает Мор, запускаются Игнаиты, мультикасты полетели, ну и это отличный фраг для команды ББ. Пюр доволен, пюр доволен, убили коргероя. На кавае там еще и Паха, мультикасты полетели, нужен максимальный контроль, Паху с педли прыгнуть, запускаются Арбы, пытаются бежать и Пахчамский не уйдет. Это минус. 6-3 на экране, Бэтбум опять наваливает. Напоминаю, что для Бэтбум это может быть первый чемпионский титул в этом составе, да и в целом, как для Бэтбум, как для организации и буквально два шага нужно сделать, чтобы взять себе чемпионство. Корнейдол полетел от инвокера, подспили Магнуса, Магнус у нас готовит свой скьюбе, запускает свой паровоз, свою маршрутку и маршрутка была доставлена прям до смерти. Минус ГПК. Игнаиты полетели, поджигает Феникса, хоть Феникс у нас и сам подгорает, но все-таки Игнаита Огра это неприятно смещается. Может остаться и Ичка, и Ичка есть чем пробивать, не сможет его подсейвить тут 33-й, рассаживаются птички, птички у нас ну по-хорошему должны быть засейвлены, наверное, хотя там стало быть в костом по одной из них и одна птичка скорее всего падет. Да, ПТ дэмэджа это плюс 100 голды, а что по кулдауну? Кулдаун птички через пару секунд еще одна птичка была посажена, ну по-хорошему 33-му птичку можно перепризывать. Да, он так и делает. Так, там у нас пока подцепили к этого уме, накидывает дэмэджа в это время 33-й, но это, к сожалению, была иллюзия, настоящий огур не здесь. Так, снизу у нас три героя команды Бэтбум, и сюда, я так вижу, навострили свои свои лапки, свои щупальца, свои ножки и ручки. Парни, спонут улгра, R-по полетела, накидывает дэмэджа на инвокера, на пару с кентавром, инвокер уже упал, инвокер падает без байбека, героя в таверну без размена, и у нас счет становится равным, равным, 7-7. Вылазка в смоках от тундры, опять Магнус ищет себе цель для РПС, кого тут он сможет поймать, а поймать он сможет ГПК. Отличный врыв, отличная инициация, китар прыгает, но прыгать неудачно, есть поцепь по инвокеру, но инвокер уже довольно-таки лоу-кэпэшный, он догорает, тут яйца Феникса, правда яичка тоже будет разбита, пробивает пака, пака у нас получает мультикасты, врыв в морфа, очень больно делает в морфу, превращается в пака и запускает свой орб, и его же оружием там по лицу получает дракончик, ну что, два героя упали, просмена инвокера, это отлично для парней из команды Б2, здорово, отомстили за вашего тиммейта, пробивает Катаомик, Катаомик у нас пока что жив, а вот у Спектры проблемы, Спектра помрет, и это минус Найтфолл. Сверху Сакса, пока у нас один, но если что, готов дождаться под сейва команды, Шоквейв полетел, Скивер имеется, может быть попытается поймать Бюро, так, поймали, повезли, Сайланс пошел, но влетает Кентавр, сразу спасает тиммейта, пробивает Магнуса, и Мохнатый падает. Мега килл, мега килл уже заработан, а в это время нажигается Санрей, выжигает Катаомик, Катаомик в таверну упал, ну айс, норма, 9 на 11, пока у нас на экране, уже 20 фрагов пробито за 20 минут, это здорово, и добивает еще и сейвом, сейва там никто не засейвил. Смог атака, вот бэдбум, перефарма на опять-таки у нас в этом матче фактически нет, нападает на пак, пак у нас очень быстро будет в таверну падать, ему нужно какой-то взять себе под сейв, по-хорошему, может быть, айун диск, стоит подумать. Ха, прям под ногами оппонента, забирайся рун инвиза, но его было видно, сейв его обнаружил, и Магнус по итогу выгребает, зря воровал, за воровство ему тут и его хобот оторвали. Так, в это время есть у нас изгнание, дизрапшен по спектре, прям на палку, под это на изпол, на изпола кп заканчивается крайне быстро, а где помощь, алло, команда где? Но там как бы и в таверне Магнус, и в таверне Феникс, и в целом сам виноват, стоял небезопасно, хотя казалось бы стоит под 3-3 вышкой, но там тоже небезопасно, бэдбумы даже там готовы наказывать. Ну что, Моркса Егисом, Егис пытается сейчас выбить игроки команды Тундра, бэйбэка нету в спектре, бэйбэк имеет свой феникс, но пока он не выкупается, пюру нас играет нагло, но его тут неплохо обгоняют, вопрос будет ли врываться, попытаются ли эти 25 секунд как-то запушить бэдбумы или нет. Ну, у Марфа мало хп, его надо порегенить, хотя опять-таки перекачка, порегенить его не так уж и сложно. Вылазка от команды Тундра, они выползают с базы, Морк все еще с Егисом, но там буквально 40 секунд до окончания и гиды без смерти, падает в это время Ларинов, опять одиночная смерть, кор-герой команды Тундра очень досадно, он умирает, так, есть Дизрапшн, нападает, тут еще и на Вейтимона, Вейтимона тут тоже больно, у него есть супернова, но он ее не нажмет. Ну, знаете, пока первые две карты, прям очень нравится, как играют бэдбумы, и пока даже верится в то, что бэдбум смогут наконец-то выиграть турнир. Так, рп полетела, ну ладно, так если вы Егиса неприятного, опять-таки там буквально пару секунд было до конца Егиса, поэтому Нормаз пробивает, тут Морфа, Морф на перекачке, Морф на Бацеве, есть Напин, летает на Кайграун, пока там Акаменел 33-й, его не пробили, Феникс не выкупается, с базой выползает Найтфол, Найтфол маловато маны, но он готов врываться, готов кого-то поймать, птички летят на разведку, напрыгивает Паку, Пака Дримкоил не в кулдауне, поэтому как только бы он увидел цель, он бы нажал, но цель он не увидел. Перемещение пошло, так, Пак уходит в пину, есть Сайланс, подтягивает от себя рифтом оппонента, запускает свои арбы, Магнус позиции, но Магнус без РП, к сожалению, кулдауна еще 45 секунд, пробивает, в это время Кентавр, Кентавр помрет, это минус, найс, влетает Фиура, Фиура там ворует, тебя в форму Магнуса, и подрубает свеющий Баппом Павара, много-много наваливает, тут боевой Морф, избивает Спектру, Спектра упала, ну даже размен лучше, по сути, для команды, Бэтбум получился, даже учитывая потерю. И опять драка у нас на нижней линии, как-то у нас любят команды, именно эту позицию, именно этот лайн, пробивает Феникса, но убить не смогли, улетает он пока, Найкарус дави, если что, имеет Субернова, и готов кастовать свой Санрейс, и со Стампида пошла, но Кентавр поломали, Пак летит в погоню за противником, запрыгивает сейв, забирает себе сейв, сейвит себе Гием, пытается его спасти, но нет, его уже повезли, и увезли далеко от команды, хотя команда, я так понимаю, будет его пытаться подсейвить, или хотя бы разменяться, пробивает в это время Магнуса, очень больно Махнатому, отломали ему Рокко, и досадно, как получается, ставится Субернова, пытается подсейвить яичко, хоть как-то, но Фиур не прощает, и Гадлайк себе зарабатывает Морф, Гем лежит, Гем пока никто не забрал, а надо бы его себе подобрать, и подбирает Пак, РП в лицо, по Морфу, Морф упал, упал без Байбека, как телепортация от Катаоми, но есть Юла, есть чем сбить, и Катаоми теряет себя, данный файт побеждает Тундра, Инвокер в Инвизе, крадется Пак, подошел пока ломать Варды, это весьма агрессивно, у него как бы нет, секундочку, Айегиса, есть благошифт, он себя подсейвил, запускается у нас тройные тифтели, поджигает героя команды Тундра, Санрей был неплохо в кастомом по Морфу, Морфа сбили уже на пол КП, у Морфа большие проблемы, есть Израушен, хорош, опять его выручатся на демон, но все-таки этого недостаточно, и это минус Морф без Байбека, недалеко от своей базы, благо вышек очень еще много, у команды Бэтбума, не только два товара потерялись за 35 минут, поэтому там еще пушить и пушить, Гидр пошла, выползает с базы Мьеро, нападает и взрывает деможем бедного, бедного 33-го, это минус 33-й, трейс-трик из трех фрагов, магия чисел сработала, магия троек присутствует, так, упал у нас без Байбека Визаж, поэтому в ближайшую минуту драться Тундра не захотят. Пак, пошел в погоню за инвокером, Дримкл поставлен, и его инвокер уже разорвал, провозят сквозь файт, пока тут у нас Огр Маджа, есть напиток для Вацейва, пытается Огр убежать до своей базы, но катовыми провожают, и катовыми могут убивать. Да, Пакова дотыкивает, это будет минус, но это только лишь минус Огр, да еще и с Байбеком, поэтому не так уж и важно. Хотя ситуацию по товарам, конечно, исправили немного Тундра, потому что товар только два уже остается у команды Бэтбум, и даже в центре нету два вышки. Ну, скажем честно, сложный Гранд Финал, прям такие долгие затяжные карты, при том затяжные карты были у команды Бэтбум и в прошлом матче против Паривижн, они тоже катали прики, прям миссистые серии. Хотя там было 2-0, да, если не ошибаюсь? Да, там было 2-0. Как раз, немножко Паривижн не дотянули. Там сдафы были проблемы, как по мне, пикали немножко странно. Ну ладно, это уже пофиг, это уже не важно, потому что тут у нас вторая карта Гранд Финала. И я напоминаю, что команда Бэтбум первую карту уже взяла. Отплевочно я пошла, накидывает РП и набивает демжи неплохого тут по Кентавру. Кентавр выгребает, Кентавр минус, и уже первая потеря без Байбека, вторая потеря, но с Байбеком падает Инвокер, очень битый Котауми, выбегает из файта, подтягивает Морфа под себя, и Морф падет, Морф падает без Байбека, и все кор-герои, команды Бэтбум в таверне, отдыхают, из них два без Байбека, но чудом спасаются саппорты на телепортациях. Ну что, снизу, решили пушить вторую линию, и игроки команды Тундра подлетают 33-й, под Керасой все это хорошо демонтируется, ну Байбек максимум, кто нажмет, это Инвокер, ну надо выкупаться, два саппорта явно не справятся с дефом, есть подсейф по Огру, но Огру в любом случае помрет, то шансов нет, мега килл для Ларинов, по Огру падает с Байбека, ну что, ближайший герой через полминуты появится, у команды Бэтбум, Глип есть, но это всего 6 секунд защиты, вопрос будут ли пушить последнюю линию Тундра, или попытаются уже пушить Т4 вышки, нет, они пушат Т4 вышки, первая упала, выкупаются оба героя, которые могли выкупаться у команды Бэтбум, 15 секунд до появления Кентавра, и полминуты до появления Марпа, очень досадная ошибка от Марпа, потому что у него Байбека нет не потому, что тайминг, а потому что не хватает денег, и в такой стадии, конечно, было крайне важно оставить на Байбек, но он в себя поверил, думаю, что не помрет, но не тут-то было, и, кстати, очередной матч заканчивается тем, что у нас именно в трон заходят, нажимается гриф, а потом трон да редкликали уже, и это победа команды Тундра, и это 1-1, ну что, у нас все переходит к тому, что серия Бестов 5 переходит в серию Бестов 3, две карты, нужно и одной, и второй команде, чтобы стать чемпионами, третья карта сейчас будет у вас на мониторе. Так, вылазка у нас до горна крипов, и сразу по ходу будут фрозблады, но в любом случае будет фрозблады, а по вскому убил первым, скорее всего, это будет Визаж, и, ой, какой нафиг Визаж, это будет Вайт Эмон, это будет Бэт Райдер, и от минус, падает еще и Кристал Мейден, ВВ забирается ГПК, набивает Сейва, Сейв Таверну 2-1, вот такое вот миссистое начало данной карты. Ну что, по драфту, в принципе, драфту Тундр мне нравится, там как бы и Бист есть для контроля в БКБ, и Лассо имеется, также еще и Урса неплохо выгрызает тут будет в матче, и Урса была прям крайне хорошая от Лоу, от китайцев, но там мне прям очень нравится в драфте Бист Мастер, Брю Мастер, что-то я попаяла, Брю Мастер, почему? Потому что это контроль, это циклоны по Урсе, и это может очень сильно Урсе навредить. Центральная линия, битва ГПК против Ларенопа, ну, ГПК фармить себе будет диффуза, это понятно, Ларенов, ну, наш армян, кстати, хорош, у него там платиновый шторм, поэтому может неплохо показать себя. Обливает пивком Найтфола, пошел рикошет, неплохо сбивает тут пока медведя, но добить его не удается, в этот раз, по крайней мере, он не помрет. Так, там за Тавером ду, что у нас очень плотно ГПК своего оппонента, Ларенов у нас там подвышка пытается как-то поддефаться от агрессии ГПК, у ГПК спелы через 5 секунд будут готовы, и кто знает, может быть, даже он сейчас соло устроит тут какие-то фраги, но нет, тяжеловато, крипы заканчиваются, танковать с собой типа не вариант, хотя он прыгать дальше на Ларенов, он набивает его с вашбаклом, есть от него фаррифайр, ну и пока живет, очень битые, очень битые мидеры, но живые, а там у нас Саурса, пошла в агрессию, падает пьюр, на верхней линии, а снизу падает сейв, вот такой вот у нас матч, что экшен тупо на каждой линии, найтфол почти упал, сальтуха, и прям в речку прыгает сальто и живет, жесть, а сверху у нас там загоняют еще котаоми, кстати, его там в теории тоже могут убить, не хватает маны на топор 33-му, но есть стики, топоры полетели, номинать дэм уже на кристалмейд, на подкопченко, и это минус, ну начало пока прям классное для тундры, да, перепарм, конечно, они себе еще не оформили, но 6 врагов на старте это прикольно получить, смещение вниз у нас делают аж 4 героя, поэтому урсе нужно осознать, что лучше тут не оставаться, лучше уйти куда-то поглубже, иначе могут и жахнуть, но потеря саппорта как бы это не проблема, бэтрайдер находит кассеева, ты пытается уйти, есть пока тут в него еще гранатка, напрыгешь на армецкий, он откидывается сайлансом под себя, но это его не спасет, килингс приз забирает себе на инфол, ну естественно урса фармить все стандартные артефакты, это будет выход в бф, тут без вопросов, но алхимик, конечно же, радианс, как может быть иначе, кристалл вейден, замедляет медведя, но мишу не сломают, о, намечается борьба у нас за руну активную, скоро она появится, тут уже много героев смещается под данную позицию, прыгает штормецкий, маны не так уж и много, есть сайланс на гпк, гпк теряет часть хп, но пока живет, двойное сальто полетело, и сразу ультимативно прокликивает, тут у нас пангарьер, и сбивает бэтрайдера, бэти пока улетает так вот, между текстурами, пытается летать между, ну, возвышенностью и рекой, но все-таки там хватает демоза, чтобы его убить, 7-3 на мониторе, в лес врага, заползают парни с команды бэтбум, там у нас урса пока стоит на линии, и бэтрайдер улетает прочь, но и сверху тоже происходят интересные вещи, нападение вингровдс, пальчиком протыкают сразу двух мальчиков, ну, алхимика как бы его всадника, но убить не смогли, пальчик себе с акции не зарабатывает, вкатывает конгольер, неужели он не попадет, не попадает, выруливает куда надо, и пробивает саксу, саксу падет, и кстати было у нас сначала 6-1, но только бы хлопа, и уже 7-6, и даже 7-7, все, сравнялись бэтбум, молодцы, сверху снова драка, химик пускай свою колбу, и при любом блеона, что-то вылетает, ли он такое не выдерживает, а у него кпшки было слишком мало, чтобы такое можно было переживать, кстати уже получается стрик без разменов, без ответных фрагов, делают бэтбумы, молодцы, сверху, 33-й, уже заметили, облее пивком, он пока пытается набарабанить, но походу он тут не набарабанится, Ор полетел, но полетел уже в расчетверившегося брюмастера, поэтому тут небольшая проблема, Урса теряет много хп, куда же тебя дошел, Урсевич как же тупо падает, тут Найтфол в драке, теряет стрик, и он даже не дал никакого импакта, 10-й фраг зарабатывает ББ, Тундру не узнает, Тундру что-то какие-то реально сегодня галенькие в этом гранд-финале, Пингров дэс и протыкает Деву ледяной пальчиком, первый пальчик готов для Леона, первые 40 дэм уже заработаны, рикошет, неплохой половина, пока тут пытается выпрыгивать против файт, напрыгивает дальше у нас в погоне тут ГПК, и Вики Тик зарабатывает себе GPK, вот так вот, фарм, фармежка, крипт долбежка, и уже прям очень все круто, для команды ББУМ складывается в это матч, еще убивает Ларинова в центре, ну вообще великолепно, ну вообще красавчики, 8-12, топ-1 по Найтфолу, что сейчас Пангольер идет в матче, ох, хорош, хорош, кстати, в этом матче, конечно же, не будет, а, хочу сказать, в этом матче, конечно же, не будет двух радиансов, открываю Брю, и там радианс, открываю алхимика, там радианс, понимаю, понимаю, ну, без шуток, такой как бы на секундочку, было на ИТе даже, что брали два радианса, ну типа, что нет, а раньше за такое, сразу репорты залетали, эх, как вон комета, напиши в комментарии, смог атака от команды Тундра, не прокликали, смог прям рядом с противником, варты поставлен, но один вард был только что спален, потому что там Сентриас стоит, и информация должна быть у команды, как раз таки Тундра, но они, они решили пойти на верхнюю линию, они решили пойти на Мьеро, и там уже летит Штармецкий, на большой Пакаван Маны, поэтому это будет фраг на, так, Алхимик раскручивает колбу, готов спустить тут снова на Леон, я так понимаю, Леон откидывает с Хиксом, но на него все равно спустили, полетел Пангольер в агрессию за оппонентов, и вкатывается даже по двум героям, и поэтому он задел, и задевает он Ларинов, а поэтому пока просто как варс, и на хаграунде стоит, стоит, всыкает и довтыкал, окей, минус 2 суппорта у Тундры, Ларинов пытается бежать, Руссадом тоже пока фармит, и пытается бежать прочь из файта, хотя Пангольер душ до конца, мана заканчивается Ларинов, а Пангольер его нашел, гадлайт для ГПК, как же он же бунькает, как же ГПК сегодня потеет, 9-0-4 на Пангольере, ну что, 25-й минута матча, перефарма не так уж и много, всего лишь 2000, то есть в целом играбельно, и для одних, и для вторых, но пока с позиции силы играет, конечно же парни, смадобит был, правда потерял химика, немножко позицию силы им поломает, это минут пьюр, пьюр падает, если что без байбэка, хотя это не очень-то и важно, вряд ли бы он выкупался, минус вайт и мон, Пангольер едет в агрессию за оппонентом, надо срочно дать контроль, слишком плотный, даблкил забирает себе сейв, Урса смещается к файту, но он пока не готов на подачу, Тормецкий пытается выпрыгивать под базу, Клайп полетел, Мьера душит прям на АТ-4 вышке, уже готов вырываться, подрубается ультимативная кнопка, и выкупается Леон, Урса и Циклон Флаблэляпс, полетай, успокойся. Полетел Леон, на топом от Сейва, Сейва пока уходит у нас в бесплотную форму, но в него влетает Тормецкий, Питградес на Сейва, надо добивать, Бэтрайдер полетел, ну добейте Сейва кто-нибудь, Ларинов, ну ты хоть добей, но пальчик не заработал, кстати. Времени прошло, но фраг слишком много, а Ларинов добил, как бы, Сейва ценой своей жизни. Да уж. Медведь рычит, готов вырываться или не готов вырываться, пока он, Миша, что-то так себе игра смотрится, вроде бы и фраги есть, всего один раз умирал, но как-то в каждом файте Мишу я почти не вижу. О, наконец-то, праймурор на Пангольера, и это минус-трик из 10 фрагов, а вот этого мы ждали полторы тысячи золота для Нейтфола. Пангольеру уже отдали Аиггис, но, к сожалению, свой стрик он потерял, поэтому не так это будет эффективно. Панга вкатывается на пару с тиммейтом на Вайт и Вон, на Вайт и Вон упал, Алхимика пробивает Ларинов, Ларинов у нас теряет часть маны и понимает, что в Глокенбаре лучше уже отойти. Летит на базу, ТПшку сбить ему не смогут, Желтый там кто у нас, Сакс, его видно, не видно, на вардах он пробегал, но его там не успеет перехватить. На самом деле весьма досадно для Урсы, что Урса профукал момент с Рошаном в этой катке. Хотелось бы, конечно, когда у тебя в драфте и Урса, и Бесмастер забирать каждого Рошана, но не тут-то было. Минус 33 загулял почему-то парень у нас на верхней линии, Нату там поломали. А что там НАТО делал? Не знаю. Так, далеко глубоко вышли у нас герои команды Тундра. 33 пара как бы может БКБ ТП Аут нажимать, ты слишком далеко играешь. Хотя там если уже и свэшбаку с башами, но нет, Саксы умирает, а вот 33 выживает, Штормецкий на всю ману улетит прочь и успел, успел дочитать свиток телепортации. Будет драка, будет битва, будет батл. Влетает здесь пюре на оппонента, запускает свой проказ, запускает свой раскаст, распрыгивает у Штормецки, прыгает на ГБК, у Джубики там проблемы. Влетает 33 плотничком, пока впрягаются в своего оппонента молодые люди, набивает дэмэджа в сторону Алхимика, Алхимик пытается бежать, напрыгивает Урса, Алхимик крутит свою колбу и спускает кому-то в лицо и пошел Дэш ТП на Урсу, Фингер оф ДС, раскачивает и один, вторых, но за шинка, Валю Найтпола, потеря Медведя, это беда, Ларинов пока выдушивает сейва, сейв падет, линка сбита, баш полетел, сейв не упал, надо дыграть сейва и его там добивает только сейчас. Есть дабл-кю для Пьюра, уже свирепство, оформляет бешеный, бешеный алхимик и трипл-кю для Пьюра тоже готов, 33-й телепортация, не-не-не, ты не уйдешь, это минус 33-й, и это вынос тела от команды Бэтбум. Ситуация, 12-ка перепарма за ББшками, ББшки стали в какой-то станной позиции, что они там стоят, чисто в какой-то бассейн зашли, умирает Котаоми, прыгают на Пьюра, Пьюр пытается бежать, у него из Айки, из Айки с Потерян, три героя команды Бэтбум вообще сверху, что-то были за купальные процедуры, только что вот Мэтбум, на 100 секунд без Бэйбэка, но а из, там с него упало 2 500 золота, вот так вот, буквально прошлый момент было 12 тысяч перепарма за команды Бэтбум, тут хоба, и 0 тысяч перепарма складывать бум, как же они залили эту катку, еще и снова падает Пьюр, без Бэйбэка на 100 секунд, опять, да ладно, да ну нафиг, как такое может быть, два распадрятся в моменте падает Пьюр на 100 сек, без Бэйбэка, ты чего? Так, драка, у нас тут намечается около центра, правда у нас один герой пока отсутствует в замесе, там Бэйбэк у нас почему-то хрен знает где летает, и уже летит на аванбосс, избивает Леона, Леон тут тоже вне позиции, надо хоть какие-то кнопки выдавать, но Леон ничего не выдал, выйдут просто путь в таверну, и он падает без Бэйбэка, не хватает 500 золота до Бэйбэка, как же был бы важен Бэйбэк Леона сейчас, на аванбосс залетел бы и сильно бы помог своей команде, сейв стоит там на возвышенности и отстреливает свои пистоли, пробивает Урсу, Урсы и проблемы, Урса будет помирать, есть в него там колба, и Найтфол падает в таверну, без Бэйбэка на 100 секунд, вы это, косплейте друг друга, что это такое? Бэтрайдер, ай, ай, как было близко, и еще один пистоли уже в лицо влетает по Бэтрайдеру, фу, поймал его сейв, ну сломает Вайтэмон, а тут без шанса, понятное дело, так он еще и гейм теряет, ну блин, потерять гейм, это досадно, Урса вот-вот вернется, но еще два героя будут в Савернии более минуты, так, что-то намечается около центра, будет какая-то дыра, Кашторометский прыгает, кто готов поймать, пока избивая здесь Милерок, кстати, два сыра, Кмады Бэтбум, ЕСАУ, Ларинопа, но пока выпрыгивает прочь, кстати, Радиансы не разбирались, есть Радианс, до сих пор у Брюмастера, есть Радианс, а нет, прошмочение, у Алхимика Радика уже нет, Алхимик падает на 100 секунд без Байбэка, где-то такой я уже видел, и на 100 секунд падает с Байбэком Урса, у Алхимика уже есть, бабки на Байбэк, у Урсы имелись, бабки на Байбэк и до смерти, Фингеров Дэд пошел, набивает Сейва, протыкает пальчиком Муэрту, Муэрта жмет рефреш, сыр и фулл КПшная Муэрта, опять отстреливает пистолями и яички в сторону бедолаги на Леоне, вот так вот Леон теряет свою жизнь, избивает 33-го, распорядится Шторм, выкупаются у нас те, Пошел у нас сверху еще и Блаторм в сторону бедолаги на Леоне, и это минус Шторм, но с Байбэком, Баннер, Баннер стоит уже на линии от команды Бэтбум, они планируют пушировать нижнюю линию, кто знает, даже может быть они планируют заканчивать данную катку уже своей победкой, и напоминаю, что у нас 1-1, это Б-105, гранд финал турнира Бласта, сезон первый, Бласт Слэм, и что я хочу вам сказать, то что команда Бэтбум сейчас будут в одном шаге, в одном маленьком шаге от чемпионства на тир-1 турнире, так, агрессия пошла, там пока накидывает дэмэдж у нас в сторону ГПК, ГПК у нас готова раскручиваться, раскручивая свои колбаски, подкатывает ПК в замес, накидывает дэмэдж на Леона, Леон пока получает себе два баф, и что, второй баннер, у них два баннера было, прикол, так, минус Безбайпэка по Леону, падает Безбайпэка 33, здорово получается, классно, приятно, даблкилл, зарабатывает себе сейв, накидывает дэмэдж уже по Т4 вышкам, Т4 мышки упали, и по ходу опять игра заканчивается тем, что начинает пушить трона, глиппа нет, а глиппа нет, и там слишком плотно, шинкуют Бэтбумы, и это победа, 2-1, и еще одна карта, и Бэтбум, будут чемпионами, или мы посмотрим полноценную серию из пяти карт, скоро узнаем, го уже на четвертую карту. ну что же четвертая карта гранд финала пока у нас 00 на пятой минуте матча ларидов играет снова на своей линии ну и земель в руках у гпк кстати тут появилась такая информация такой слух после нового года бэдбум подпишут еще один тир один состав по доте и там будет рады гпк кто не в курсе гпк тут играть на замене ферс влад делают парни из команды тундра убивает котаоми так вот гпк играет на замене в этом составе и вообще тут должны быть ки атака но сейчас замена гпк и получается состав говорят что будет играть там дурачье наверное тройка или керри непонятно гпк мид и также еще там информация что будет играть торонто токио короче ждем тогда мы анонса и типа опыт бум будет до состава прикольно ну немного экшена происходит на старте матча напоминаю что команда бэдбум находится в шаге от первого первого чемпионского титула своей истории два с половиной года существует организация но они ничего топового не побеждали кроме там турика до доцела но это турнир где даже команда побеждала поэтому это конечно же не тот результат на который они нацелены пробивает в это время у нас шаду демона вайты мону крайне больно и фраг зарабатывает bb для себя на из 11 вообще в этом да все прям совсем не нравится своя ну кажется что его прямо раскатят вниз смещаются парни из воды тундра там пюр пока фармит но уже подходит шеду демон там заряжена лагуна если что станчик по таймингу под disruption и тут должны легко его убивать хотя он перекачивается есть водичка пока вступает на шарды накрывают и добивает юра 22 на экране очень даже неплохой ганг для команды тундра при этом туда сейчас могут еще и товар подпушить морф возможно попробовать отомстить за свою за прошлую погибель скажем так снизу у нас в принципе тучи потихоньку сгущаются но там и в центре тоже у нас герои перемещаются так секундочку кто у нас тут куда у нее это подай пока не особо понятно хотя вот уже вышел выход пошел за пьюром сакса у нас подходит рядышком к этому fight есть по нему сеточка а при этом у него есть сноубол нужно нажать его для подсейва смещается в это именно снотр валах уже ли на ли накупилась и такую шмотку крайне быстро крайне рано для повышения ганг потенциала гангают каталомик а доме уже упал пентаграмм пошла спасает ли ну ненадолго от пентаграммы проще сноубола выкатывается рина кстати в катапульту хорошая позиция выкатывание было от саксы влитая семейля и пробивает саксу но главное то чтобы калина жива есть замедление но она пролетает мимо лины поэтому ее там уже не смогут поймать хотя влетают на 33 подлетает гпк очень борзо играет разгоняется 33 есть смещение пошло еще от шадоу демона очень борзо очень нагло играет гпк на творческой бы небольшой был еще нет а он уже все он уже бычара нападение полетела в это время в сторону шадоу демона отличный залетает у нас удар пистоля и это минус седьмой фраг на 13 минуте пока у нас перефарма нет кстати своем все-таки фармит но опять-таки есть ощущение что его могут раскатить руна скоро появится активная но тут прыгать на лину лину забайтили и лину поймали а не какая руна руну там уже у нас забирает себе гпк у него руда волшебства и волшебник на гпк влетает убивает лину пора парням из команды бэт бум сломать тавр на центральной линии продолжается битва но за центральную линию на гопка через свои иллюзии прочекивает позиции запускается прострел в сторону nightfall а шарды полетели закрывать много с его в лесу да ладно его зажало его зажало в там в трех соснах и запускает свои кнопки сакса есть стану цвена по циву тимм это был весьма неплох потому что падает сакса и выживает мэр то пробивает от фола проблемы у свена топ 1 от воростной карте но без букин бара пока он тут не такой страшный тут под пульсацией очень даже здорово наваливает земель а прокатывается по 5 тумар пианик запускается сон от наги летят в погоню за nightfall от поплаты бежать но его булыжниками прогревает гпк пытается врага оформить катится еще один разок и докатывается но не протаранил был бы удар с роллинга то тогда возможно был бы минус ну а там на славинов пытается бежать у него травы лайма и сока немного поэтому догнать его тоже вряд ли смогут вылазка в смоках от бэдбум выходят на гфк хорошо можно убивать нужно поскорее убивать здесь этого молодого человека сон пошел от наги но он не успевает подсовет джи пике я все таки то верно доземелья верхний товар вот эта цель текущая для команды тундра и они с ней справляются но правда в это время у нас двери не подпушивают bb поэтому они как-то более грамотно по карте себя пока что рассредоточили файты будут ли у нас какие-то происходить вообще по-хорошему нужны дефа тавр краски снизу потому что давать его на халяву такой стакасе затея при этом уже по инструментам но по это у нас не произошло там никакой а там смещается ларинов куда ж ты полетел без блэкин бара ларинов 5 телепортируется один его надо спасать есть по нему фир пистолет работает работают еще и пульсации гпк нужно конца на ускорение летит прямиком уже по 3 вышку и ларинов фада тикает прямо возле трона или нет фэри файр и до фонтана чуть-чуть он не дополз но зато в размер падает у нас они стоп у нас падает сакса без размена еще один фраг для парней скомандовать бум накидывает ему же nightfall пробивает гпк гпк пытается бежать но далеко не ушел минус гпк рикошетом прогревая 33 очень неприятно и зажу запускает им уже больше и больше но я его свин пентаграмма пошла разбивает 33 и это еще одна таверна ну а свин все как бы пацаны я горю я на базу ну перри пару как бы нет лагуна пошла ой хорошо халявно халявно убивается и без перепара как бы и нет у нас 26 до двукратно преимущество по фрагам у команды badboom но это ничего не решает по графикам у нас ситуация такого что даже тундра впереди по опыту ну и вероятность вот как раз кин на стороне badboom dota верить в то чтобы был смогут стать впервые чемпионами крупного турнира от ос полетел подвязывая здесь пока что 33 пытается на то пробить накидывает им уже своя выпускает к свой праверного ответ тоже тоже точки полить полетели влетать так и боковом спать полиции полетел пытается раскатить здесь пока что земелью земель обкатывается на гаджу на тускар пускар упал мегакил зарабатывает цепь нифига себе сэй разошелся на своем арте 507 ого вот это он конечно активный получился в этой катке 12 врагов из 13 хорош так вылазка тут он кто тут у нас пока что тускар ну такая малая цель принципе просто минус саппорт ничего страшного потерять и потеряют в это время в принципе у нас парни из команды тундра пытаясь формить войну очень нужно сейчас реализовать себя с блэкин баром ну и как раз к идеале будет еще сделать под криты которые уже скоро будут необычные кристалли с которой он к мужа купил даже не привез а полноценно сразу дайдалус nightfall заряженный готов к бою надо подать нужно хорошо кого-то санитировать но пока тускар в себя впитывается чекает и отправляется таверну при этом парни с команды тундра рассредоточены лучше все-таки отойти лучше все-таки не драться вот опять таки вопрос а как тут вообще инициировать как позиции выбирать вот тут бы кого-то инициатор бы добавить а так как на визаж на инициацию что демон дизрабшин игру малина лина страны своим подлетает вот вообще в идеале было бы классно стягивать кого-то здесь по это магнус или какой-то дарксир был бы прикольно или тэд ханта хотя бы смог атака вот бэдбум перри фарма все еще нет да про кого не впереди но по баблу тут прям совсем копеечки накрывает ларинов упал без байбэка падать ларинов хорош но тут был один он был на травелах думал что как команде сместиться при необходимости но тут как бы было необходимо чтобы на его смещались на его под сейф а этого не было рошан через две минуты решили парни с команды бэдбум призывать то что у нас пока что ли на то вернее пытаться из него выбил выбить бэйбэк нового линии выкупаться максимально в плану потому что то возрождение 10 секунд и как видим парни все-таки экономят бабки конец байбэки но теряет уже суета три мишка накиду даже до 33 как же быстро вытирают на туз карты 33 падает без байбэка линкен все разбивается по пьюру телепортации пошли уже команды тундра но опять-таки нет нет визажа есть птички даже нового вида же нет полноценка героя пьюр пока получает пациент ноги нога выручает неплохо своего тиммейта пошел который на тут скоро подтягивает его под себя заманивают его в свои сети разбивая дэмэджа в сторону nightfall пытается хоть что-то сделать но тупо свэн не бьет ну я про это говорил что это свэн свэн герой которого можно раскатить и он играет 112 эту катку 21к переводит 21 фраг делают бэдбум и уже 11000 перепарма то есть только что было там буквально 1002 а тут хлобыся уже 13000 перепарма и команда бэдбум просто ломает и четыре вышки байбэков нет ни у кого а где байбэки но тундра как так то почему тут тундра так плохо сыграли данный гранд финал третья карта вообще кто-то мрак от моды тундра и по драфту очень много вопросов по драфту к команде тундра так вопроса как дефаться вообще потому что уже падает полноценно бараки крипы уже подползают до базы и даже без рошана рошан через пять секунд но его как бы и бить не надо потому что тут просто челы по этому фиде смещается нато чемпион за интернешнл подается в одиночку за это в свою базу отплевывает пьюра его там пробуцевая земель а земель выкатывается прочь они ведутся на смещение под вражеский фонтан кстати дезолятор покупает себе мор для увеличения пуш потенциала глифа нет и можно кликать трон и кликается трон и это какая победа команды бэдбум 3-1 бэдбум в целом без шансов разносят команду тундра в гранд-финале и забирают себе первое чемпионство в своей истории жестко и что самое забавное только одна команда за весь турнир смогла обыграть бэдбум и это перевижен который их ушатали в групповой стадии там за 25 минут но они отомстили бэдбум им отомстили потому что вчера был матч когда 20 команда перевижен проиграла но там была борьба там были катки на 50 и вот мы делаем вывод что восточная европа кажется по доте как-то помощнее смотрится нежели остальные хотя ликвид опять таки сыграли круто турнир в админ тут так себе пятое шестое место у команды ликвид ну и тундра занимают топ-2 пока что собранный состав 33 без чемпионских титулов все вот такой матч в такой гранд-финал прикольно получилось ждем продолжения новых турниров уже скоро стартует если в банкоке поэтому подпишись поставь колокольчик и не пропускай новые видео